Силы территориальной обороны, которые станут еще одним родом сил вооруженных сил Украины, будут формироваться в несколько этапов до июня 2022 года. Стало известно, что 20 октября главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный утвердил план формирования сил территориальной обороны Украины, которые создаются в соответствии с законом об основах национального сопротивления. Численность теробороны составит около 80 тысяч, из них 10 тысяч военнослужащих по контракту, что предусмотрено законом об увеличении численности ВСУ с 1 января 2022 года, остальные резервисты и военно обязанные, призываемые за мобилизацией в случае обострения, формирование сил территориальной обороны, комплектование вооружением и техникой, а также обустройство пунктов постоянной дислокации должны осуществиться в течение 2022 года. Следующий, 2023 год, посвятят обретению способностей новым родом сил ВСУ. Формирование будет происходить в три этапа. На первом, на базе существующего командования территориальной обороны сухопутных войск, создадут отдельное командование сил территориальной обороны. Штат должны утвердить до конца этого года, завершить формирование, до 31 января 2022 года. Следующим шагом станет создание четырех региональных управлений территориальной обороны. Штаты этих органов управления должны быть утверждены до 25 февраля, а сформированы, до 31 марта. В завершение, до 31 мая 2022 года, должны сформировать, а точнее переформировать, 25 бригад территориальной обороны. Штаты бригад должны разработать и утвердить до конца апреля. На комплектование этих частей отводится месяц, май следующего года. Ранее мы сообщали, что для того, чтобы заработала обновленная территориальная оборона и движение сопротивления, согласно закону об основах национального сопротивления. Разными ведомствами должны быть подготовлены около 20 нормативно-правовых актов. Кроме того, согласно закону об основах нацсопротивления, ВСУ с 1 января 2022 года изменит свою структуру, хотя они и в дальнейшем будут иметь трехвидовую структуру, сухопутные войска, воздушные силы, военно-морские силы. Но кроме имеющихся отдельных родов войск, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций, отдельный статус получит еще пять родов. В частности, отдельными родами сил вооруженных сил Украины будут, силы специальных операций, силы территориальной обороны, силы логистики, силы поддержки и медицинские силы, отдельными родами войск ВСУ, десантно-штурмовые войска, а также войска связи и кибербезопасности. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Продолжение следует...